Сегодня в футбол играют более 40 миллионов женщин на всей планете. Последний чемпионат мира установил рекорды по посещаемости и телевизионной аудитории. Женский футбол активно развивается и завоевывает популярность на всех континентах. В связи с такими данными расширилась и география участников Кубанской весны. От Японии до США, от Эстонии до Узбекистана. Таким образом, этот спортивный турнир, ко всему прочему, объединяет страны и культуры. Сегодня в день открытия турнира футболистки на поле с самого утра. Турнир открыли национальные сборные Ирана и Украины, а также Израиля и Азербайджана. То, что Сочинский турнир действительно значим для сборных, заметно по всеобщему напряжению. Тренеры не сдерживают эмоций, игроки отказываются давать интервью. Кубанская весна – это и битва за чемпионский титул, и отбор лучших на более крупные соревнования. Это как бы вот такой просмотр, очень важный для того, чтобы окончательно определиться с составом уже молодежной сборной, где, в общем-то, такой уровень уже с большими требованиями Европейского союза футбольных ассоциаций УИФА. Представлена на турнире и сборная Краснодарского края, но на сегодняшний день лучшие футболистки этой команды играют за национальную сборную России. Хотя и у региональной команды есть все шансы проявить себя с лучшей стороны. Пока же бескомпромиссное соперничество демонстрировали гости. Сегодня Украина обыграла Иран со счетом 1-0. Сборная Азербайджана уступила Израилю. Итог матча – 0-1. В ближайшие две недели сочинских болельщиков ждет зрелищный футбол. В игре, отмечают тренеры, эти девушки не уступают противоположному полу. Каждая сборная считается сильнейшей. Хорошие результаты показывают и россиянки. Для наших турнир начнется матчем с румынками. Затем они сыграют с азербайджанками и израильтянками. Поболеть за молодежные женские сборные могут все желающие. Кубанская весна проходит на полях спутник спорта. Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.